Добрый день, Андрей Шалыгин, National Explorer. У нас сегодня с вами очередная беседа из цикла Школы Выживания. Не помню какая, наверное, девятая, но неважно. Сегодня я вам хочу немножко показать в реальной, скажем так, обстановке на природе те места, в которых стоит оборудовать зимнее убежище на ночь, не стоит. Временную стоянку, где можно развести костер, чего опасаться, на что обращать внимание. Где еще продолжать идти, если вы выходите к людям, где уже не стоит этого делать, а лучше все-таки заночевать. Ну, какие-то такие определенные места покажу именно на местности, для того, чтобы вы еще себе представляли не со слов и каких-то предположений, а как на местности, в принципе, это выглядит. Для этого мы с вами прокатимся в кусочек зимнего леса, и все это посмотрим, так сказать, на реальной обстановке, чтобы вы это себе представляли. Но в качестве некого лейтмотива всего этого ролика сегодняшнего, я просто вам хочу предложить некий разговор о боевых мультитулах. Ну, на самом деле, боевые мультитулы на основе, там, скажем так, саперной лопаты или лопаты выживания, они нашей собственной армии известны, блин, со времен царя, не говоря уже о Великой Отечественной, которая показала, что с одной лопатой можно фашистов там и топором там десятками крошить и за это, значит, это и в плен брать. Ну, это зависит от умения. Вот это ключевой, в общем-то, фактор. Даже если мы возьмем, там, советскую десантуру, там, да, ну, во многом больше являющуюся неким мифом, да, чем реальность, но, тем не менее, в своей подготовке, вот, во времена так называемого застоя, они достаточно наглядно показали, что в умелых руках обычная, там, саперная, тем более компактная ВДВшная лопата, она из себя представляет весьма грозное оружие, и вот, как бы, весь мир это понял на нашем примере, да, а вот сегодняшний интернет-долбоеб, он, как бы, вот, на своем примере не учится, вот, истории не знает, вот, чмо и хуйло, и поэтому, вот, он все какие-то кухри, хуюхри, блин, и прочую всякую херь, значит, там, пропагандонит, там, продает и так далее, но, по большей части, это продаваны, да, то есть, некие люди, которые просто им дали, вот, что есть, вот, на эту херь, там, да, и ей торгуй, там, да, тупо, вот, ну, в отличие от этих клоунов, я собираю все снаряжение, которое только бывает по всему миру, там, да, денег у меня на это хватает, вот, смотрю, что из себя, что представляет, и если какая-то вещь хорошая, я ее показываю, вот, если там по выбору, ну, по большей части не показываю, а предлагаю людям, которые у меня что-то без этого берут, параллельно какие-то вещи, которые я даже сто лет не показываю, там, никому, потому что они и так уходят вот, с лету, поэтому, в принципе, я хочу процесс выживания, похода, разведения костра, приготовления пищи, ночевки, там, бивак, устроение зимнего убежища, там, да, укрытия какого-то, да даже и просто окопаться, если вы, там, украскод какой-то, блин, защищаете, то вам без лопаты, ну, никак не обойтись, вы это должны понимать, вот, значит, ну, и в связи с этим особое внимание, вот, в сегодняшней обстановке, я считаю, что именно оно должно быть уделено боевым мультитулом на основе универсальной боевой лопаты, да, как таковое понятие в сегодняшней армии, которую только начинают у нас возрождать, оно отсутствует, но я интенсивно его, в общем-то, продавливаю, и я думаю, что это понятие все-таки появится, и вслед за лакетами, калибр и так далее, которые на малом флоте, на москитном, так называемый, в том числе и благодаря моей диссертации, они только и появились, и я, блин, пока в тупую главкомовскую, блин, бошку я в свое время, блин, вдолбила понятия московские, москитный флот, блин, в московские эти, блин, которые из Каспия переехали за черную икру и за родственницы, блин, это самое, в главкомовские кабинеты, вот, блин, я там два года потратил пока, и вот сейчас эта вся идея, вся эта выстрелила, поэтому, к тому, что я говорю, надо относиться весьма, в общем-то, с большим вниманием, потому что я, собственно говоря, в свое время занимал должность главного, проверяющего всех диссертационных работ военно-морского флота, да, на тупость, да, являются они вообще диссертацией или являются они какой-то высранной херней там, да, вот, ну, в том числе, это одна из функций была, вот, а главное, что я выдавал оперативно-тактические задания на построение новейших систем вооружения, которые сегодня, вот, доказали свою эффективность, вот, и поэтому, если там на зеленом доле стоят такие ракеты, там, как Калибр, там, и дальше будут совершенствоваться эта линейка, ну, вернее, она уже даже и производится, вот, и дальности у них, на самом деле, гораздо больше, чем вот то, что вы слышите, то, на самом деле, это вот заложено было изначально, вот, в ту эпоху нищеты, да, когда мне удалось донести до тупых голов, что разнородные москитно-ударные группы, да, рмуги так называемые, да, вот, разведывательно-ударные, да, они являются основой флота нового поколения, как быстроходного, малоразмерного, незаметного, блин, да, по которому наноси удар большими системами вооружения с большой плотностью поражения, не наноси ничего, а высокоточные его и не догонят, потому что он маленький, ход быстрый, большие двигателя мы делать не можем, большие лоханки, как это, большой шкаф и падает громко вместе с личным составом, а небольшой личный состав, мощное вооружение, скрытое под берегом, вылетел, всех в дул залетел, блин, никто его не нашел, рассредоточился, блин, с вертолета хер найдешь, 200 метров замаскированный, соответственно, МРК, да, и вот эта вот идея, соответственно, недореализованная до конца, она еще будет реализована в будущем, да, но, собственно говоря, закладывал ее именно Андрей Геннадьевич Шалыгин там, да, гораздо до 2000 года, вот, вот, но не суть, сегодня мы разговариваем о боевой мультифункциональной лопате, это вот практически та же самая идея, что и в больших системах вооружения, вот, но только на вашем личном, соответственно, плане. Если у вас, в принципе, нет какого-то боевого мультитула там, да, мультикита, скажем так, и также небольшого хорошего мультитула, ну, какого-нибудь Гонзо там, да, известного там, вот, и, собственно говоря, хорошего ножа, то я вообще не понимаю, с чем вы там собирались где-то ковыряться, если вы занимаетесь каким-то аудо, там, охотой, рыбалкой, туризмом, путешествием и так далее. Нет, конечно, кастрюгали головы там, ковыряются там с ножицем и лезом, або шматочком бытового скла, да, ветшматовые куколки-катруси-галюку, да, но на самом деле вменяемый человек, он же не папуаз, да, и, собственно говоря, современные технологии, они нам дают возможность все это делать легко, быстро и просто и понятно. Не, не вопрос, вот, собственно говоря, даже я, если я там дома, там, или где-то вот недалеко там, в ходу там полдня пешком, занимаясь какими-то вещами, там, что-то лезу на тристенд и так далее, я могу использовать там, да, даже вот такую какую-то беспонтовую снарягу, которая там собрана там, да, из кусков говна, грубо говоря, там, да, ну, там стропа страховочная, какой-то там сраный фал, какие-то там веревки, да, не являющиеся, собственно говоря, альпинистским снаряжением, но, тем не менее, какую-то функцию там, выполняющуюся для того, чтобы куда-то залезть там, да, вот, и оттуда не долбануться, но если вы куда-то едете, да, чтобы перед людьми было не стыдно, да, и эта функция выполнялась гораздо компактнее, быстрее и проще, вы хотя бы там что-то вот такое, наверное, должны иметь, да, более компактное, более надежное, с какими-то вещами, как-то хорошо заделанное, да, вот, и так далее, то есть, в принципе, если вы хотите это надежно, с большей ответственностью, да, с лучшей компактностью и с большей функциональностью это использовать, вам нужно какие-то вещи применять там более качественные, да, вот, поэтому, соответственно, весь мир выпускается сегодня боевые мультитулы в большом количестве и спектре разнообразия, вот я посмотрел их все там, да, ну, о семействе там кинг-конгов там или еще что-то, я вообще разговаривать не буду, ну, не о чем разговаривать, мы, соответственно, поговорим там вот об основных каких-то моделях, которые сделаны людьми, которые, ну, в этом деле что-то соображают, поэтому мы рассмотрим там фрисолджи дикий леопард, аудо мультитул интернешнл, вот, боевые лопаты, там российские какие-то, ну, скажем, как российские, а не российские, а, конечно, китайские образцы, но которые интенсивно вводятся российскими продаванными, вот, всякого снаряжения, вот, и мы, в принципе, в российских магазинах там видим там какие-то образцы, вот, ну, это, конечно, не та раскладывающаяся лопата кирка там за 400 рублей там, да, которая сгибается при первом ударе и чуть-чуть надавил у нее все разлетается, вот, такие вещи мы, конечно, рассматривать не будем. Я вам вкратце покажу еще раз просто основные виды боевых лопат и мультитулов, которые у нас существуют, вот. Ну, в первую очередь, конечно, это боевой шест Мусин, вы там у меня в ленте можете посмотреть массу про него, соответственно, роликов там, да, есть куча разного там вам встретиться интернет-хуйла, которые, значит, будут вам рассказывать, ну, и не только про это, а про все, что другое, что вот это вот хуйня, вот это хуйня, а у тебя это было, ты это покупал, пробовал, нет, покажи фотографию с этой хуйней, вот как ты в этом самое, и поэтому говоришь, что хуйня, нет у него ничего, он, денег у него таких нет, он никогда это не видел, в руках не держал, никогда не применял, но он сидит и пиздит, да, потому что он хуйло. Вот таких мудили, их везде полно, вот возьмите даже хоть Арчери, там, клуб Пердатор, да, а ни один из них не охотник, куски говна, не лучник, ничего не умеют, блин, два года, как увидели Лукис, собрали там из сел, блин, ростовских, блин, всяких уебанов, и они пытаются, блин, рассказывать что-то, понимаете, это просто пиздец, там, да, из Таганрога какой-то, дрыщенко-мищенко, из села, троицкого какой-то, шведов, солдат при кухне, блин, еб твою мать, год отслужил, ни разу на охоте ничего не убил, застрелил какую-то фазанку, рассказывает про какую-то русскую охоту, да это пиздец просто, понимаете, что творится в интернете, блин, это просто, значит, уебанное уебание, блин, да, вот, поэтому вот не стоит вообще, блин, слушать там, да, и смотреть, блин, что-то у людей, которые, в принципе, блять, охотничего билета не имеют, блин, там, да, десяток лет на охоту не ходили, блин, там, да, это самое, вообще, там, служили только при кухне, блять, высшего образования не имеют даже, блять, а просто интернет продаванный, блять, да, то есть он даже ему, блин, Матвеюс этот, жидовский, дальше это самое, в руки подержать на пять минут, и он ничего кроме вау сказать не может, это все, что он может сказать, там, о луке или о чем-то, блять, а те, которые продают ножи мультитула, они могут только прочитать вот эту вот бумаську, блять, что там написано, вот, да, и по этому поводу, блин, в разных вариантах пересказать вот эти три цифры, больше ничего, вот, ну, это же сразу понятно, вы бушку включаете, когда слушаете, вот, все это уебанство, поэтому, значит, собственно говоря, а в интернете, если вы даже, там, вот, центральные ролики, там, из первоисточники чего-то, вот даже на мультфильм про Винни-Пуха, зайдите, блять, там будет дислайков больше половины, блин, или про что-то еще, ну, такое, что казалось бы, блять, какой дебил может здесь поставить дислайк, нет, этих дебилов будет много, потому что медкомиссии, как бы, наглядно показывают, вот, из призывников, которые приходят, я там военкоматы все проверял, блять, 75-78 процентов маргиналов призывников, понимаете, блять, отчизна требует героев, блять, пизда, они же, блять, алкашня вся эта самая, вот, ну, блин, как в Иркутске, блин, да, конечно, блин, а что делать, блин, да, быдлел народ еще с перестройки, понимаете, ну, это же, как бы, вот, закономерная ситуация, ну, вы даже возьмете всю историю Руси, ну, не было никогда, там, суперпросвещенным это общество, вы не понимаете, там, да, и сейчас вы куда-то поедете, там, да, это самое, посмотрите, вы просто, нет, конечно, да, можно ходить с розовыми очками, блин, да, и говорить, что вот это, там, демос, вот к этому взывают либерасты, для того, чтобы стащить вас там, да, в ахлократию, не демократия, а дерьмократия и ахлократия, да, власть толпы, а толпа это было, поэтому, в общем-то, нужно много слушать, много смотреть, потом взять, ручками поковырять, что-то сделать, и если даже в этом случае лично тебе не подошло, ну, так это не подошло именно тебе, потому что, может быть, ты домашний-то товарищ, которому, может, просто тяжело, ты ничего не можешь, потому что нигде не служил, ничего не тренировался там, да, может, ты не в состоянии это применить, вот он там, блин, женской шпилькой замок откроет, ты нет, блин, понимаешь, нужно бошку включать, кому-то это надо, кому-то нет, я рассказываю про вещи, которые могут применять профессионалы, блин, да, вот с остальными я как бы не разговариваю, я ничего не торгую массово, у меня нет магазина, мне насрать на массу, блин, да, я все рассказываю для людей, которые могут гораздо больше, чем среднестатистический бодляк, блин, поэтому, вот, если это не ваше, то с канала нахуй. Я много раз показывал про боевой шест-мосин, блин, ролики, спуститесь, посмотрите, он может заканчиваться у нас боевыми лопатами, топорами, клевцами, чем угодно, каждый сегмент этих мультитулов имеет мультифункциональное значение, вот в каждом вот таком вот змине, здесь вот два звена, да, и здесь вот два звена, есть свое дополнительное наполнение, как вот и в этой палке, да, плюс у него есть различные разветвители, которые позволяют Т-образные, соответственно, формировать какие-то сборки, ну, и, соответственно, вы можете пристыковывать сюда лопату, сюда, там, собственно говоря, топор, и в конце концов у вас получается некий шест, там, да, оголовники от которого у вас могут находиться на поясе или к тораку приторочены, вот, и вы вот с этой палочкой можете прогуливаться, да, да, действительно, погребы с этой палкой, может быть, ходить не стоит, но если вы занимаетесь, там, жесткой охотой, прям так скажем, да, а на самом деле в России достаточно много людей, которые ходят, собственно говоря, на медведя-то с рогатиной даже, хотя, в общем-то, это по большому счету запрещено, там, да, и это развлечение, да, в общем-то, для самых богатых, там, да, и самых сильных, там, да, людей, а не те, которые, там, интернет попиздуны, там, да, вот, таких людей лично я знаю, там, ну, наверное, человек пять точно, вот, вот, когда была братва, их было больше, да, вот я, там, лично знавал двоих, которые при этом погибли, там, да, вот, вот, но те просто, как бы, по жизни нарывались, что им уже пора на покой, поэтому они, в общем-то, всех своих подельников-то перебили, вот, да, ну, а сами, вот, это самое, под медведем, собственно говоря, и погибли, вот, но, тем не менее, до сих пор такие люди есть, люди-то весьма и весьма подготовленные, вот, и, вот, для товарищей, которые практикуют, там, вот такие вот какие-то вещи, там, да, ну, собственно говоря, да с собачкой на барсуках ходят-то вовсе без оружия люди, там, и все остальное прочее, вот такая вот палочка-то, она в самый раз, вот, и все остальное прочее, если вы, там, куда-то идете, там, да, вот, вместо, ну, там, 10-15 километров туда-обратно, это, как бы, не расстояние, вот, для такого мультитула, зато можно весьма гарантированно от любых собачьих-то спокойно отбиться, да, то есть, вот, волков и бродячих сейчас развелось, бог знает сколько, поэтому, вот, это гарантированный способ, собственно говоря, безопасно в таких районах передвигаться, там, что-то делать, да и просто иметь это, собственно говоря, в прихожей, там, в доме, если вы один живете в какой-то избушке, сторожке на отшибе, да, для того, чтобы, выходя, иметь это под рукой, там, да, и справиться, ну, если не огнестрел, взведенный на вас направлен, да, то со всем остальным вы этой штукой справитесь на раз, причем, и дверь вышибить можете, там, да, и через дверь насквозь бошку пробить, вот, какому-нибудь товарищу. То есть, внутри-то может быть, соответственно, и определенный нож, ну, нормальный нож у нормальных людей, он вот такого размера, да, если, соответственно, есть винтовое соединение, не-не-не, то ничто не мешает вам, вот, иметь вот такую штуку, да, которая, в общем-то, ну, наверное, является, там, да, копьем, там, да, можно сказать, там, рассуждать о том, что копье острога, там, или еще что-то такое, ну, это самое. На самом деле, это все детали боевого мультитула, там, да, который каждый, в общем-то, может улучшать и собирать на основе своих предпочтений. Потому что, вот, в детали боевого шеста мусин могут входить, там, да, огромное количество, там, вот, различных такого рода приспособлений, которые могут менять свое предназначение и так далее. То есть, ну, вы понимаете, что это, вот, как бы, вещь-то убийственная, вот, и это минимальная, скажем так, палка-зацеплялка, острога, серп, там, да, и все, и так далее. То есть, вот с таким инструментом вы можете спокойно и что-то нарубить, и что-то нарезать, и собрать трав, и что-то накопать, выкопать кореньев. То есть, это вот, вот это вот инструмент обычного собирателя, который разбирается еще дальше и еще больше, там, да. Вот, при этом в этом сегменте дальше может быть еще мультитул, там, и все, что хотите, да. При этом все это разбирается, собирается мгновенно, вешается отдельные детали его вам, соответственно, на пояс на снаряжение, там, да, и сами по себе имеют, в общем-то, весьма нетрадиционную форму, в которой и встроенный стропорез, там, да, и, соответственно, ударник защитой руки, и топор специальный пробивающий, вскрывающий, и с обратной стороны клевец, там, пробойник, и, вот, это же можно использовать в качестве упора для того, чтобы, вот, другим образом орудовать. То есть, вот, это все дело, его, соответственно, люди-то делали не дебилы, там, да, вот, и все это из весьма качественной стали. Причем, рукояти, вот эти все, они могут, как бы, ну, вот, это вот рукоять из паракорда, она может перестыковываться, там, на боковую для шестая, вы получаете уже полицейскую дубину, он же, рогатина с упором, вы втыкаете в землю, еще и держите, вот, можете ставить сюда, вот, это перекладина, она торчит, то есть, вас, соответственно, он не просадит, вот, ну, и вот это вот все, оно может, там, применяться в качестве, там, хранилища, там, чего-то, то есть, там, вот, элементы мультитула могут находиться, на самом деле, в нее вставляются и боевые рогатки, и пилы, и клевцы, и так далее, ну, в общем, это все, как бы, 10 раз мной показано в роликах, в ленте, вы можете посмотреть, которые встречаются ниже, и, соответственно, это имеет несколько вариантов стреловидности, то есть, соответственно, если это боевая лопата, она может таким образом, и как строгола, и как кисло работать, вот, и как боевая мотыга, она может работать, да, вот таким образом, соответственно, это и топор, здесь режущая часть заточена, это и пила, и здесь, собственно говоря, все это дело затачивается, вот, и все это дело может служить, соответственно, и якорем, вот, вот, ну, и кислом, и скребком, и чем хотите, хоть лодку-долбленку этой штукой можно сделать, хоть воевать ей, да, ну, при этом я показывал, что этим можно нормально колоть дрова, там, да, это можно метать, этим можно пилить, и так далее, то есть, на самом деле, в принципе, там, ну, ни одна боевая, там, лопата, да, которая предлагается, там, войсковым каким-то снаряжением, она таким качеством и такими возможностями, как боевые мультитулы, не обладает, да, ну, у меня, соответственно, вот, заряженная, как бы, лопатка стоит, там, в зависимости, в комплекте или без комплекта отдельно, то есть, от 10 до 15 тысяч, если полный шест с двумя оголовниками со всеми мультитулами, а там внутри угольный фильтр для воды, складывающаяся рогатка, вот, вот, острога, серп, нож, пила, там, и, там, и прочее, всякое самое, мультитулу, боевая лопата мотыга, топор или клевец, там, большой, вот, это все вместе, там, в комплекте, с боковым разветвителем под острогу, там, да, это все, в сумме весь комплект 30 тысяч стоит, это максимальная стоимость этого набора, вот, ну, туда входит, вот, да, вот это вот все, плюс, вот, вот, тот стакан со всем наполнением и так далее, вот это все 30 тысяч, ну, отдельно, соответственно, самая простая конфигурация 10, там, да, самая заряженная, то есть, если внутри, там, актив, уголь активированный, там, да, с тягами для питья воды через трубочку из большой какой-то расселенной снизу, вот, то это стоит, там, пятнашку, там, да. При этом фирмы-конкуренты фрисолджи дикого леопарда, они выпускают, ну, как бы, более продвинутые какие-то вещи в отдельных элементах, то есть, вот, столько снаряжения, как дикий леопард, в одном мультитуле, который может продаваться, там, чемоданом, там, мягким кейсом и так далее, другие фирмы не предлагают, вот, но они предлагают, как бы, более компактные решения, но более заряженные, как вам сказать, боевыми составляющими, и я, в общем-то, пособирав и поиспытывав многие, ну, в принципе, рекомендую вот такую конфигурацию, ну, которая может иметь в конце либо клевец, либо топор, это, собственно говоря, чисто боевой мультитул, то есть, здесь достаточно большая лопата, достаточно большой топор с разводкой, с разводкой пила, то есть, у нее не просто там зазубренная, а она накость запиленная, да, двухстенная с разводкой пила, то есть, в принципе, это может распилить все, что угодно, с весьма большой эффективностью, это можно использовать как тристенд, это, соответственно, ну, либо топороголовник, либо здесь вот вариант боевой клевец, ну, вы понимаете, что вот эта вот штука, она достаточно, сделана достаточно мощно, поэтому на этом можно, там, 150 килограмм свои повесить, вместе со снаряжением на дерево в качестве тристенда, и здесь есть масса различных фальцев, да, которые, ну, тот, кто знает, как этим пользуются, тот знает, то есть, сюда и шнур можно провести, там, да, сюда и сюда, и за это закрепиться и так далее, вот, этим можно и ветвь, ну, я показывал, как, да, зачищается и лезется на дерево с помощью вот этого устройства, используя его как тристенд, но здесь в конце можно, конечно, брать вариант с топором, пожалуйста, можно с боевым клевцом, вот, дело в том, что именно вот эта вот штука, она разбирается на, соответственно, боевые нунчаки, да, то есть, вот, металлическая, как бы, цепь, вот, и вы сразу получаете нунчаки, но если вы можете этим пользоваться, умеете, да, то вы понимаете, что вот с этой приспособой она гораздо страшнее любого холодного оружия, там, да, то есть, с этой приспособой можно справиться с достаточно большой толпой народа, если они, конечно, не используют полуавтоматический огнестрел, вот, ну, и даже если используют огнестрел, то, находясь на достаточно короткой дистанции, ну, они не очень-то смогут его и успеть использовать, вот, если вы, безусловно, умеете обращаться с вот этой вот штукой, то есть, цепь там опускается, соответственно, в этот цилиндр, вот, второй цилиндр, соответственно, свободный в этом мультитул, они все вот эти сегменты еще, к тому же, герметичные, да, соответственно, здесь все то же самое, это все складывается, да, это все превращается, ну, либо в боевую мотыгу, там, да, либо, собственно говоря, в то самое основание, на которое вы становитесь, для того, чтобы закрепиться, залезть или стоять, там, да, в качестве площадки, в качестве трестэнда, где-то на дереве, да, используя это на охоте, при этом выкопав место под костер, обустроив жилище, убрав снег, да, для того, чтобы его развести, там, да, нарубить или снять, там, кору, там, с веток, там, да, или стружки напилить, там, дров, там, да, залезть на какое-то дерево, ну, и все такое остальное проще, ну, не говоря уже о безопасности, ну, вы понимаете, что такой лопатой голову отрубить можно кому угодно, вот, масса, масса фирм в мире выпускает подобное снаряжение, и если вы, понимаете, десятки иностранных фирм во всех странах мира выпускают такие устройства, и если вот они выпускают трать на это деньги, и живут, продавая это успешно, а кто-то это применяет успешно, то конченными долбоебами выглядят российские интернет-селюки, которые говорят, блин, ну, нахуя это надо, ну, ты уебок, блин, там, понимаешь, да, хлоп, вонючий, блин, который сидит дома за компьютером и воняет, и больше никто, а масса, да, дураков в мире выпускает промышленные эти устройства, успешно продает, там, люди это пользуются целой армией мира, на самом деле, в том числе китайская, вооружены этими устройствами, да, какой-то говночмо там, да, и, какого-нибудь, блин, там, задрыщинска, блин, говорит, что это, типа, да ты кто вообще такой, блин, это промышленность целая работает во многих странах, блин, они все дебилы, а ты умный, да, дело в том, что, так как это достаточно популярно во всем мире, то вот диапазон, в котором выпускаются эти боевые мультитулы на основе боевой лопаты, он огромен, да, вот самое маленькое мне удалось найти вот такого типа, да, значит, при этом нагрузка здесь появилась и вот на вот эти вот все приспособления, то есть перекусыватели, проволоки, гвоздодеры, разного рода там открывашки, фиксаторы, держатели там, да, штативы и так далее на этой основе, они, собственно говоря, встречаются достаточно часто, ну, то есть здесь принцип совершенно тот же самый, да, вот, ну, иногда прижим бывает разный, то есть закручивается либо рукоятка, либо подвижная гайка, вот здесь закручивается рукояткой, да, вот, соответственно, здесь вот компасы внутри везде и так далее, при этом даже вот в таком вот маленьком, соответственно, размере вот эта вот штуковина имеет вот классический вот такой нож-пилу-открывашку, мультитул, стропоподаватель там, да, и вязатель-то, соответственно, узлов, вот даже в этом виде, то есть это также герметичка, она также имеет вот тороидальное уплотнение и также имеет вот такой же мультитул, который находится там, да, вот, поэтому, да, это вещь суперкомпактная, там достаточно прочная легированная сталь, да, а здесь алюминий, вот, в качестве основы, поэтому эта штука, она достаточно легкая, но когда они делают боевую часть, они, в общем, ее делают ручками, то есть видно, что там, соответственно, промышленность работала, а здесь товарищи работали ручками, но здесь-то они уже все это заточили под это самое, то есть вот здесь вот достаточно острое, все такое, бритвенного качества лезвие, здесь заточенная пила, и здесь вот, видите, совершенно интересный другой профиль, для чего он такой сделан? А он сделан для того, что вот вы поймете, что это такое, вот когда вот так поставите лопату, и вот так вот ее ставить, и видите, что это плоскость, а в то же самое время здесь вот фальц, они отвели вот эти вот фальцы, сделали такую плоскость, заточили именно вот таким образом, и теперь мы понимаем, что вот это, вот этот рубанок строгало, то есть вы вот этим делом можете выводить даже доски, заниматься строганием, причем делать это можете и в обратную сторону, да, если лопату развернуть на вот тот угол, то есть вот так вот можно работать этим устройством, как рубанком, да, а тот, кто вот делает различные зимние там, ну не обязательно зимние, да, лобазы, сторожки там, да, избушки охотника там, да, заситки там и все прочее, он понимает, что вот если вы как бы находитесь один в какой-то ситуации, где у вас с собой нет каких-то инструментов по дереву, то вот такая вот лопатка, которая складывается на самом деле там, да, в микробское какое-то совершенно состояние там, да, причем вот это вот тоже разбирается, да, вот, то есть на самом деле портативность этого инструмента, она вот как бы вот моя ладонь закрывает все, да, вот, и в то же самое время там, ну совсем не западло ее просто где-то поносить в собранном виде, где-то на рюкзаке там, да, или на поясе там, да, или еще где-то, да, в этом нет никакой особой проблемы там, да, потому что она сама по себе не очень большая, вот. А есть такой вариант чисто джипперский, скажем так, да, здесь тоже компас, вот, вот эта лопата несколько побольше, она по размеру и возможностям похожа вот на те, но это некий суперубойный вариант, да, соответственно, здесь видите, да, хваткий зацеп на основе как бы профиля циркулярной пилы, блин, поставлен, здесь агрессивный, соответственно, рез у пилы, ну, ну, она, она звучит, вы понимаете, какого уровня стали, она звучит, да, вот, здесь, соответственно, топор и так далее, очень толстый металл, такой достаточно прикаленный, ну, вот эта вот штука, она чрезвычайно острая, да, и вы понимаете, что вот рубящий удар этой штукой, это, да, никакой топор не сравнится по соответственности возможности, а насчет баланса, вы понимаете, то есть, вот баланс-то вот этой штуковины, он находится вот в этом месте, вы понимаете, как это летает, да, вот, при этом, безусловно, внутри мы обнаруживаем, да, вот, она разбирается, это на три части, внутри мы обнаруживаем, естественно, соответственно, продолжение вот этого всего марлезонского балета, то есть, она, естественно, многофункциональная, и вот в данном случае здесь огниво, да, то есть, вы нормально добываете огонь, храните здесь какие-то приспособления, она также с изменяющейся стреловидностью, да, но вы понимаете, что это уже инструмент такой для самообороны или вообще там где-то в машине, то он совершенно безотказный, да, но эта штука устроена по тому же самому принципу, вы можете, в общем-то, заниматься плоским строганием. Нет, в принципе, если вы там занимаетесь какими-то пионерскими походами, там, да, или в лес по грибам, ну, может, оно вам, конечно, это не надо, вот, вот, при этом здесь дорога и через 5 километров с той стороны тоже дорога, и сбоку, и слева, и куда ни иди, там, в тени часа куда-то выйдешь. Вот, в таких местностях, может быть, вам это действительно не надо, в городах, а 80% пользователей интернета, это, в общем, там, из городов-миллионников, там, да, тем более на массово посещаемых сайтов, как мои, там, да, у меня там по 30-40 тысяч уникальных посетителей в сутки, да, естественно, я вижу, что у меня там, блин, 72-75% Москва, Ленинград, там, да, Киев, там, да, ну и все остальное прочее, вот, Минский, там, ну и Краснодарский край, там, если по областям брать, понятно, да, вам не надо, если вы, конечно, куда-то не ездите, ну, а многие-то ездят, вот, если вам, конечно, там, с какой-то небольшой надобностью, там, да, и денег-то немного, вы можете, вот, обратить свое внимание на что-нибудь вот такое, безусловно, никто не говорит, что это выдержит, там, вес человека, там, да, или, там, собственно говоря, драгу с крупным хищником, вот, но, тем не менее, что-то этим можно сделать, что-то выкопать, там, да, что-то зачистить, что-то подровнять, там, вот, здесь, соответственно, в комплекте имеется топор, здесь котичка, что ты, маленький, здесь, конечно, имеется лопата, да, весь этот механизм, он, безусловно, предназначен для того, чтобы, так же, как те инструменты, трансформироваться, да, в какие-то ножи, пики, там, да, и все остальное прочее, вот, в эту сторону закрывается, вот, то есть, в принципе, здесь можно получить такой же инструмент, вот, с этой стороны имеет, соответственно, пила, которую можно вставить в тот же самый рабочий разъем, вот, и здесь, соответственно, да хоть в таком вот виде сразу, да, закрепить, и то, и другое, и третье, да, сейчас мы это развернем правильно, как она должна крепиться, вот, так вот, то есть, вы, в принципе, можете получить, вот, до фиксации, сразу, хоть, вот, гибрид, там, всего этого дела, вот, это, соответственно, закрепляется одним, одной и той же фиксацией, ну, естественно, надежность этого инструмента, она будет гораздо хуже, материал будет гораздо слабее, и так далее, ну, и, соответственно, цена этого дела будет меньше, ну, с комплектами выживания, я это продаю устройство за полторы тысячи, там, да, отдельно, там, за три тысячи, да, вот, вот, ну, три тысячи сегодня в магазине стоит любой нож, который, на котором написано оригинал, но все оригиналы делаются в Китае, имейте в виду, которые продаются в России, это даже без вариантов, вот, хоть это будет колд стил, вот, хоть зеро толеранс там, да, хоть что угодно, да, вот, ничего оригинального давным-давно в России нет, Америка это ничего не поставляет, вы бошку-то включаете, соответственно, да, вот, и смотрите, сколько это на иностранных сайтах стоит, ну, плюс, вы туда добавляете, если даже вы где-то увидели, там, на Алиэкспресс или на Ебэе, вы туда добавляете стоимость пересылки, соответственно, таможни, вот, недавно у меня партию ножей даже нидерландская таможня не пропустила, ну, просто потому, что вот такие времена, да, это самое, всеобщая борьба с терроризмом началась даже там на иностранных сервисах, где что угодно вообще по жизни пропускали всю дорогу, ну, послали другими путями, пришло, да, но вот это я могу спокойно, у меня там более сотни постоянно отправлений в дороге находятся, непрерывно там, да, у меня 10-15 посылок не пришло, не дошло, мне похрену, я еще 10-15, соответственно, а вам-то нет, да, вам, в конце концов, все равно это либо деньги потеряете, либо еще что-то в этом роде, а продавец на себя, в общем-то, всегда берет риск, поэтому в России плюс еще маржа, плюс налоги, если это продается в магазине, вы, соответственно, платите за менеджмент, за сервис и так далее, поэтому даже если вы увидели где-то красивую картинку, вы сначала посмотрите, продается ли это в Российскую Федерацию, потом придет ли, через сколько оно придет и целое ли оно придет, да, но в большинстве случаев это будет посмотреть на мои ролики, разворовано по дороге и придет не того совершенно качества и не то, что на картинке, да, если придет, поэтому, как бы, то, что вы видите, берешь в руки, и вот оно заплатили деньги и получили, это одно, а то, что может быть когда-нибудь и если вообще возможно, это совсем другое, да, поэтому тоже к этому нужно относиться соответствующим образом, там, да, вот, заказывая это оборудование где-то, да, потому что есть вообще такие сервисы, из которых ничего никогда вообще не доходит, да, никому, то есть надо смотреть комментарии, которые масса продавцов еще сами себе и пишут, да, ну, так же, как вы зарегистрировались, зашли и, соответственно, поставили страну Российской Федерации и пишут корявым русским, блин, да, вот, да, с китайско-французским акцентом, блин, да, всякую херню там, а, прищоль отличная там и так далее, да, вот, то есть имейте в виду, что даже на таких сервисах отзывы-то фейковые, да, и пишут их, вот, как бы, говноботы, да, потому что если он сам пишет себе, то он себе может и поставить подтверждение, да, вот, что он отправил и что получил, а пишут они на посылки номера в большинстве случаев, так как они не АМСом это посылают, фейковые, то есть он у вас отслеживаться не будет, да, в большинстве случаев, и тоже, как бы, российская таможня воровать любит, даже если человек выбрал, соответственно, вам все, что обещал и послал, то не факт, что это дойдет именно потому, что он жулик или нет, а вот есть у нас еще любителей масса по дороге, ковырять посылки пальцем, да, вот, в том числе. И, внимательно посмотрите, вот, тот ролик дальше, который будет по зимнему лесу и все остальное прочее, там, да, и посмотрите, в каких условиях вы можете оказаться, если все-таки окажетесь без возможности к выходу до темноты зимнего леса, в который вы вроде бы зашли на 15 минут там, да, или постояли на номере на охоте, а вас забыли забрать, а уже стемнело, или ушли добывать там кто-то под ранг, а вы, вам неизвестно, куда дальше вас тут поставили, снять забыли, связь с кислой, а все, пошли, непонятно куда дальше, что делать? Если вы окажетесь без шансового инструмента, ваши шансы не очень светлые и прозрачные.